Президенту Некоммерческой Организации Ассоциации Разработчиков, пользуясь с ним и блокчейн. Так, добрый день, уважаемые коллеги. Поскольку регламент очень жесткий, а тема у меня слишком большая, я постараюсь тезисно и понятно. Итак, когда говорят о цифровой экономике, говорят о, в первую очередь, обнедрении цифровых технологий в аналогу экономики. То есть, ту экономику, которая сложилась тысячелетиями вокруг человека, физического аналога лица, и те гражданско-правовые отношения, которые остались вокруг этого физического лица, они не подлежат изменению внедрения цифровых технологий. Собственно, то, о чем говорил предприятие оратора и та программа, которая является федеральной, в массе своей практически полностью посвящена внедрению цифровых технологий в аналогу экономики. Изменит эта аналога экономика? Конечно, да. Она ее модернизирует, увеличит ее эффективность, повысит свой управление и так далее. Но процесс развития цивилизации привел к тому, что появилась новая сущность. Эта сущность является фактически новой, ранее, чем вставала, и она называется цифровая профиль физического лица. То есть, мы перешли в экономику, когда вокруг каждого физического лица возник человек с гаджетом, и этот человек с гаджетом формирует этот цифровой профиль. Цифровые профили формируются мессенджерами, телекомами, платформами, и уже ввлечены в экономические обороты, и к этому экономическому обороту человек к собственности своего цифрового профиля никакого отношения не имеет. Когда предыдущий коллега говорил о своих двойниках технологических, это, конечно, все хорошо. Но новая цифровая экономика или криптоэкономика будет формироваться вокруг новой сущности, новой цивилизационной сущности, новой системы, координат, которой не было, по сравнению аналога экономики, это цифровая профиль. Сюда же относятся другие сущности, которые возникли, которых раньше не было. Это не только криптовалюту, но и в первую очередь смарт-контракт. Смарт-контракт, как ситуация новая, когда впервые понятие денег и контракта слились в единую ценность, единое определение, которое раньше не было в человеческой практике. Вокруг этого строятся новые бизнесы, новые сервисы на платформе. Поэтому переход экономики на уровень платформ и сервисов – это то, что тоже раньше не было. Если говорить о криптоэкономике, как одной составляющей цифрового развития, то нужно понимать, что таком регуляторах, которая сейчас началась в мире, она фактически построена вокруг двух вещей. Первое – это тот, кто успеет первым в мире соединить права человека на его цифровый профиль, на то, что человек должен владеть больше и распоряжаться. Кто-то получит у себя совокупность всех составных профилей, которые люди будут со всего мира относить на те платформы, которые будут у этого государства. Изменится функция государства, оно должно научиться защищать человека в лице его цифрового профиля, научиться защищать те новые отношения, которые возникают вокруг криптоэкономики, научиться строить свою деятельность с учетом тех платформ и вызовов, которые, по-моему, меняют функцию государственного управления. Если говорить о финансовой сфере, то, к сожалению, у нас здесь нет, исключением цельничества, представителей финансов и конструктур, первую часть цифрового банка, то функция денег тоже меняется. Никого не секрет, что существующие денежные отношения, они зашли в определенный тупик, они мало связаны с производственными отношениями в мире в целом. И те экономические процессы, которые идут вокруг денежного обращения, не просто приводят к изменению сервисных денежных платформ, но фактически появление блокчейна как технологии, в первую очередь, доверие, обеспечение доверия в этой новой среде правовых сущностей дает возможность построения новых финансовых отношений, в том числе и появление, или, скажем, возврат к теме частных денег, уход от монополизации, выпуска эмиссий центробанками и переход на деньги, которые обеспечены товаром и услугами, конкретные эмитенты. Простейший пример, который происходит, который вы пользуетесь, это тоже аэрофлот, любая система, льгот или система, где выпускаются бонусные карты, построенные на блокчейне, она обеспечивает монетизацию товаров и услуг. Заканчиваю. Заканчиваю еще один пример, как блокчейн переводит социальные функции в товарные отношения. Замечательный проект в Москве, есть активный гражданин, мы уже упоминали, когда люди, кстати, построенные на блокчейне изначально, это люди, обращаясь к правительству, формируют новую социальную структуру, улучшая ее. Давайте представим, что Москва выпустила свою монетку внутри этого блокчейна, активного гражданина, и люди генерируют, так сказать, за счет своих социальных прощений, повышения структуру, в которой они существуют, получают монетку, потом получают возможность лишь расплачиваться за, например, штрафы, парковки или кокетинский сервис. Заканчиваю предложением. Мы уже не с ними предложение в проект, который сегодня рассматривается, я хотел бы их дополнить. Мы в рамках деятельности Абразиатской комиссии подготовились совместно с ассоциациями Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Армении и другие Кавказские спорты, проект Глоссария. Дело в том, что попытки сделать законодательство без первоначального утверждения общего для всех Глоссария обвлечены на неудачу. Бессмысленно его делать, если нет терминов обрагления, которые согласованы с индустрией, которые ей понятны, к которым она будет следовать. Вообще любые попытки национальным законодательством регулировать наднациональную историю, что, собственно, является из себя криптоэкономикой, наднациональной историей, в которой они находятся в юрисдикции нашей, а находятся как в юрисдикции интернета, они обвлечены на неудачу. Поэтому предложение Ракивова в плане очень простое. Первое, что нужно сделать, подтвердить тот глоссарий, который понятен, то есть в третий раз я его с удовольствием передам сегодня. Второе, это на базе этого глоссария сделать законодательство, стоящее всего из двух разделов. Первое, нам нужно работать законодательством, обеспечивающим права гражданина на его новый цифровой профиль, то есть то, чем он обязан владеть собственностью, новую обязанность своей собственности, которая уже находится в экономическом отношении, потому что это будет Фейсбука. Фейсбука построен на беспощадном грабеже цифровых профилей оппонентов. Он бесплатно это использует, формирует, потом перепродает куда-то, некуда политически, экономические цели. Вот это вот первый блок законов. Второй блок законов связан с тем, что для развития криттоэкономики выиграет та юридикция, которая первая обеспечит правильный переход крипто и фиаты на налоговложение в этой области. Поэтому мы считаем, что вот то большое многофланное законодательство, которое сейчас существует, и мы, кстати, не видели пояснение проектов законов, потому что, опять же, все есть единое соединение с первым стенем. Оно, так сказать, нам надо ждать не даст ничего индустрии. Но вот если мы совместно на базе единого с индустрией класса, сделаем два блока, это, в том числе, с использованием песочность, это перевод криптоэкономики от налоговложения здесь. Второе, это, кстати, тема для налоговой, это регистрация цифровых профилей и привязанных крипто-кошельков вместе с СННом, которые полностью уранят анонимность и вводят отчетно-экономический оборот. Это тоже мы предлагаем ввести в проект решения. И последнее, мы считаем, что на следующем экспромсовете мы готовы совместно с аппаратом и Совета Федерации подготовить отдельную сессию по криптоэкономике. Спасибо. Спасибо большое, Игорь Юрьевич. Есть.